Белоглазый Стив Колоссальное количество людей, никогда не игравших в нашу любимую игрушку. Вокруг этого моба строились самые безумные теории. Колоссальное количество людей со всего мира начали присылать свои скриншоты и видеоматериалы с доказательством реальности Херабрина. Именно с Белоглазого и началась история мистики и крипипасты в Майнкрафте. Именно ему уделили так много внимания. И сегодня я бы хотел рассказать 45 самых главных фактов про ца всей крипипасты Майнкрафта. Если тебе понравится этот выпуск, то не поленись оставить свой лайк и оформить подписочку с колокольчиком, если ты еще этого не сделал, а также написать свои впечатления от увиденного в комментариях. Это будет самая лучшая награда за мой труд. Ладненько, приступим. Херабрина Однако рассказ про Херабрина на форче привлек настолько мало внимания, что про существование Белоглазого никто даже не подозревал. Но история очень сильно понравилась одному из Майнкрафт-стримеров Коупленду. Он решил продвинуть ее, так сказать, в народ на одном из своих стримов в 2010 году. Однако многие теоретики утверждают, что на самом деле история была придумана самим Коуплендом. Ведь на форчане нет вообще ни одной темы, связанной с Херабрином. И есть вероятность того, что создатель легендарного Белоглазого сам стример. После своего потока, в течение года Коупленд не признавался в том, что сделал фейковую трансляцию с находкой Херабрина. И за это время, персонаж Крипипасты стал самым главным мемом игры. Про него говорили все и вся. Именно этого и добивался Коупленд. Позже он раскрыл секрет постановы. Это был самый обыкновенный фотошоп в связке с текстурами картин. Да, он просто перерисовал текстуру и поставил картину. А потом в течение часа не натыкался на ту комнату, в которой она стояла. А когда пришло время, сделал максимально реалистичный испуг и аварийное завершение своей трансляции. В тот момент Криповости добавила перенаправление всех зрителей мистического стрима на вот эту страницу с лицом Стива, у которого вот такие жутковато-черные глаза. Ниже был расположен непонятный набор символов. И если удалить лишнее, то получается вот этот текст. Его слова довольно криповые. Однако позже выяснилось, что это другая Крипипаста под названием Вайкап. В переводе с английского проснись. И это все как бы посыл зрителю проснуться от своего мира фантазий. И сам текст является той самой запиской из истории Крипипасты. В общем, все запутано. Позже второй стример Патимус из группы Брокрафт, в которой также состоял Коупленд, сделал свой постановочный стрим, на котором ему якобы удалось найти Херобрина. Однако этот стример сразу же признался в том, что сделал фейковую находку Херобрина. И за это его начали неистово хейтить. В отличие от Коупленда, который держал все в тайне. Самое первое упоминание про Херобрина на форумах появилось уже после трансляции Коупленда 30 августа 2010 года в 3.55 и было оставлено самим стримером. По факту это самое первое обсуждение легендарного персонажа Крипипасты, которое к тому же и по сей день остается в интернете. В самом начале роста популярности Херобрина на него обратил внимание сам создатель игры Нотч. В твиттере один из фанатов задал ему вопрос, реален ли Белоглазый, на что Нотч ответил, что Херобрина нет в игре, но в скором времени его могут добавить как полноценного моба. А на Майнконе 2010 года Нотч подтвердил свои слова и снова дал надежду фанатам на добавление Херобрина в одном из секретных пятничных обновлений. И если изучить хронологию, то возможно Херобрина могли бы ввести на сцену в девятом секретном пятничном обновлении. Ведь Майнкон этого года прошел 31 августа, а девятая секрет обнова вышла 10 сентября. Десятое и самое последнее секретное обновление считается субботним, а не пятничным. Исходя из этого есть шанс, что в Альфе 1.1.0 могли бы хотя бы тестировать этого жуткого моба. Буквально в это же время, один из администраторов Википедии решил задать вопрос разработчику по поводу добавления белоглазого Стива в игру, на что последовал ответ Нотча. Я его процитирую. У меня нет планов добавить Херобрина в игру, но мне нравятся слухи, которые кружат вокруг него. Это как бы намек, что его никогда не добавят на постоянной основе как официального моба. Но позже так называемый пранк с белоглазым другом вышел из-под контроля и сообщество Майнкрафта начало буквально сходить с ума. Нотча завалили сообщениями в твиттере. Фанаты придумали теорию с умершим братом Нотча. Появились сотни различных фейков и способов призыва Херобрина в игре. И тут Нотч сломался. И через время дал официальный ответ, что у него нет планов на добавление этой крипипасты в игру. Что у него нет никакого дохлого брата. И что все попытки призвать Херобрина бессмысленны. И казалось бы, всё, конец истории. Но не тут-то было. Началась великая эпоха пранков от Моджанг. Херобрина начали удалять из игры. Но, по словам фанатов разбирающихся в джава-кодировке, это всего лишь строки. И никаких изменений в коде игры не было. Впервые Белоглазого удалили в Майнкрафте бета 1.6.6. С того момента его удаляли аж 25 раз. Последней версией оказался релиз 1.15.1. Да, Херобрину в этом году исполнится 10 лет. А возможно уже исполнилось. Кругленькая дата, однако. Хэппи бёздэй, мой белоглазый френд. Так вот, например, Херобрина очень часто оставляют как пасхалку. В различных промо-фото, официальных артах от Моджанг и различных фото-обложках. Вот самые популярные официальные изображения. Свадебные выходные. Заголовок Майнкона 2011 года. Херобрин на обложке страницы Майнкрафта из Фейсбука. Херобрин на стенде того же Майнкона 2011 года. И вот он наш красавчик на инструкции из конструктора Лего Майнкрафт. Также белоглазый Стив появился в официальном трейлере Майнкона, опять-таки, 2011 года. Кстати, этому трейлеру я даже посвятил отдельный выпуск тонкостей. Советую посмотреть, если не видели. А вот самое первое видео с якобы настоящим поиском и находкой Херобрина. Появилось в сети 1 июня 2011 года. И на данный момент до сих пор сохранилось на видеоплощадке Ника Видео. А вот первое видео с призывом Белоглазого сохранилось на Ютубе. И было вложено в сеть 30 декабря 2010 года. На полгода раньше, чем находка Херобрина. Оно довольно странное. И самого Херобрина я в нем так и не заметил. Если хотите посмотреть детальный обзор, то переходите по ссылочке в описании на шестой выпуск тонкостей. И снова 2011. 29 июля. Наконец-то фанаты смогли сыграть с Херобрином. Но, к сожалению, он был добавлен к модификации. И, понятное дело, по факту он всего лишь мод. Однако, довольно криповый мод. Существует теория о том, что пластинка 11 напрямую связана с Херобрином. Однако, ее композитор C418 опроверг эту информацию. И до сих пор тайна жуткой композиции остается нераскрытой. А вы знали, что есть лицензионный аккаунт Херобрина, зарегистрированный на официальных серверах? Личность владельца этого Акича до сих пор неизвестна. Он никогда не посещал Майнкон, используя свой никнейм. И по сей день его можно встретить на Майнкрафт-серверах. Также у работников Моджанг есть аккаунт с никнеймом Херобрин. Но его используют только при создании карт. Конечно же, по словам работников. При этом, изначально у скина не было бороды. Но потом, по просьбам игроков, Моджанг нарастили в Херобринчику бородку. Только опять, непонятно для чего. В середине 2012 года, после того, как Майнкрафтом стал заправлять джеб, фанаты Херобрина снова стали надеяться на его добавление в игру. Однако и тут снова огорчение. Официальный ответ окончательно разбил все надежды. И после этой даты, его популярность постепенно начала скатываться в бездну. Забавный факт, что иногда слово Херобрин переводится как героиня. А если разделить Херроу и Брайн на два отдельных компонента, то можно получить вот такой перевод. А иногда переводчик доходит до абсурда и выдает вот такие нехорошие фразы. Та самая первая история про Херобрина связана с версией Альфа 1.0.16.0.2. Именно эта версия считается одной из самых мистических. И многие рассказывают, что там действительно происходят довольно жутковатые вещи. А вот с Альфой 1.2.3.0.3 происходит полная жуть. На данный момент это единственная версия Майнкрафта, в которой можно найти Херобрина без модов, монтажа и фотошопа. Однако в ходе моего расследования, оказалось, что скорее всего, моджанги не имеют никакого к ней отношения. Ведь вообще эта версия имеет статус потерянной. Или же никогда не реализованной. Зато количество реально криповых фишек в ней просто зашкаливает. В официальных релизах от Монжанг действительно невозможно найти Херобрина. По крайней мере, на момент записи этого выпуска. Все сиды и способы призыва как один не рабочие. Признаками присутствия Херобрина, по словам очевидцев и фанатов, являются деревья без листвы, пещеры 2х2, небольшие пирамидки из блоков. А как же кресты, скажете вы? По изначальной версии, это все его признаки присутствия. А уже позже появилась так называемая теория крестов. И возможно Херобрин действительно к ним не имеет никакого отношения. Также Херобрин не взаимодействует с мобами и сосредоточен только лишь на игроке. Многие считали Херобрина вирусом, ведь он мог не только преследовать игрока в Майнкрафте, но и отправлять письма с угрозами, досаждать пользователя на форумах и взламывать аккаунты жертв. В ванильном Майнкрафте можно получить настоящую голову Херобрина, прописав вот такую замечательную команду. На официальном зарубежном Майнвике в статье про Херобрина есть вот такой интересный пункт. Якобы некий интервьювер раскрыл личность владельца того самого официального лицензионного аккаунта Херобрина. Он рассказал, что это русский игрок, завладевший аккаунтом в 2014 году. Кстати, упоминания про Херобрина есть и в других версиях Майнкрафта. В Xbox Edition его удалили, так же как и в Майнкрафт Земле. А в Legacy консоль есть куча вот таких вот отсылок на миловидного Стива. Также отсылка на Херобрина есть в игре Skrulls, созданной разработчиками из Mojang. У многих разделяются мнения, как правильно пишется слово Херобрин на русском. Кто-то пишет через Е, кто-то через И, и тут нет однозначного ответа. С одной стороны на Майнвике статья именно про Херобрина. Но если делать по правилу пишется как читается, то правильный вариант все-таки Херобрин. Херобрина очень часто упоминают в различных анимациях, в которых чаще всего он выступает в роли антагониста. А его главный враг Нотч. Они постоянно сражаются. И примечательно то, что Нотч всегда побеждает. Ну почти всегда. Это как бы отсылка на то, что Херобрину так и не удалось попасть в Майнкрафт официально. Около года назад многие рассказывали про сестру Херобрина Алекс Брину. У нее обыкновенный скин Алекс с белыми глазами. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. Но если ввести в интернете Брайан Персон, то можно наткнуться на вот такие вот две ссылки с очень интересными упоминаниями про некого Алекс Брайана Персона. Есть интересный факт, что из-за чересчур резкого хайпа, многие упоминания, фейковые и возможно правдивые находки, все начиная от скриншотов и заканчивая видеоматериалом, начали удалять из сети. Такое противодействие активно набирало обороты в 2011 и 2012 годах. По канону Херобрин всегда появляется в тумане, на низкой прорисовке. Также существуют две разновидности поведения Херобрина – шахтер и сталкер. Правильной вариацией поведения является сталкерская, когда Херобрин преследует игрока и вскоре исчезает. Многие утверждают, что в стареньких индев версиях игры можно было встретить нашу Майнкрафт версию Элджея. И у меня есть даже парочку скриншотов многолетней давности, однако тут нет никаких доказательств, что они не фейковые. Год назад один из игроков и видимо ярых фанатов Херобрина создал петицию с требованиями к разработчикам добавить Херобрина в игру. Однако достаточное количество подписей так и не собралось. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я создал свою петицию с обращением к Моджанг, добавить отца Майнкрафт Мистики в игру. На сайте WatchMojo Херобрин занял почетное седьмое место из десяти в списке самых популярных игровых крипипаст. Величайшему сожалению, для любителей поискать Херобрина на своих телефонах, с вероятностью в сто процентов, белоглазого вы никогда не найдете. Так как разработчики не оставили ни единой пасхалки или хотя бы малейшего намека на его существование в этих мобильных версиях игры, в отличие от Java и консольных релизов. В одной из первоапрельских версий Херобрин был оцифрован. На самом деле, скин белоглазого немного отличается от скина Стива, дефолтного персонажа. Это говорит о том, что Херобрин не имеет никакого отношения к Стиву и скорее всего его скин рисовали отдельно, за основу взяв обыкновенную так называемую кожу игрока. Существует занимательный факт, что название самой крипипасты про белоглазого пошло от кода ошибки H3ROBR1N3. Однако мне про эту ошибку совершенно ничего не известно. Реакция некоторых из разработчиков Майнкрафта на Херобрина меня немножечко удивила. Ну вы сами посмотрите. Конечно, понятно, что скорее всего они рофлят, однако если это все было сказано на серьезных щах. Ну вот, в принципе, все факты, которые на данный момент я нашел про нашего любимого Херобринчика. Если вы узнали про него что-то новое, то обязательно напишите об этом в комментариях. Оставляйте лойсики и не забывайте подписываться на канал. Вы самые топовые зрители. До встречи в следующих выпусках, бандиты. Чао!